добрый день в этой лекции мы поговорим про электроэнцефалографию широко распространенную подобно латинскому алфавиту но для много столь же непонятную как письменности трусков первое что нужно отметить что ээгэ в отличие от экэгэ не позволяет точно локализовать поражение поскольку отражает не распространение возбуждения по одной проводящей системе выполняющую единственную функцию а является средней арифметической от зарядов миллиардов нейронов таким образом некая странная активность на ээгэ допустим в правой затылочной области может быть следствием патологии в правой затылочной области следствием патологии в левой лобной области а также может и не быть проявлением никакой патологии вообще еще раз подчеркнул ээгэ это не экэгэ она не локализует поражение второе ээгэ отражает электрическую активность коры головного мозга а не структуру мозга на основании ээгэ невозможно установить структурный диагноз например ээгэ показал что у вас инсульт опухоль или дисциркуляторная энцефалопатия скобку и заметим что последнего диагноза вообще не бывает максимум что может ээгэ выявить некое изменение электрической активности коры более или менее совпадающие со структурным дефектом обнаруженным при нейровизуализации и так подчеркнем ээгэ это не мрт по ээгэ невозможно оценить структурное состояние головного мозга многие врачи и обыватели считают что ээгэ отражает силу или эффективность работы головного мозга и рекомендуют его пациентам с возбудимостью раздражительностью с низким интеллектом проблемами в школьном обучении и так далее однако ээгэ позволяет оценить лишь электрическую активность коры мозга а не результат этой активности поэтому назначение ээгэ во всех вышеперечисленных случаях не имеет смысла то же самое верное для большинства клинических проявлений не являющихся результатом аномальной электрической активности клеток головного мозга ээгэ не покажет никаких специфичных изменений у пациентов с головной болью нейродегенеративными заболеваниями и деменцией травмами и опухолями головного мозга рассеянным склерозом и так далее возникает вопрос а кому вообще тогда нужно проводить ээгэ и зачем в первую очередь ээгэ показан пациентам с эпилепсией или подозрением на эпилепсию потому что эпилептический приступ это как раз и есть клиническое проявление аномального электрического разряда в коре головного мозга также ээгэ показан пациентам лежащим без сознания в реанимации так как она может помочь выявить скрытую эпилептифорную активность и или грубые изменения функциональной активности головного мозга имеющие прогностическое значение например альфа кому также мониторинг ээгэ во сне важен у пациентов с самыми разнообразными расстройствами сна потому что только ээгэ позволяет оценить у таких пациентов функциональную активность головного мозга наконец ээгэ важна для диагностики смерти мозга что является необходимым условием для органного донорства помимо всего вышеперечисленного ээгэ активно используется в нейрофизиологических экспериментах изучение влияния на мозг различных лекарственных препаратов и так далее однако результаты этих экспериментов в большинстве случаев нельзя механически переносить в медицинскую практику тут нужно заметить что в советском союзе а потом и в россии в описании ээгэ активно использовались и используются термины из этих самых нейрофизиологических экспериментов например снижение порога судорожной готовности дисфункции междиэнцефальных структур и так далее а в других странах ээгэ такими терминами никогда не описывается благодарю за внимание